Субтитры сделал DimaTorzok Лето это пора веселья, радости, гулек, ну и конечно же вкусняшек. Поэтому в этом видео я вам покажу 3 очень простых, но безумно вкусных рецепта перекусов, закусок, вкусняшек. Да, может быть они у меня получились не совсем супер-пупер красивые, такие все тамблеры, но зато они очень вкусные и прикольные. И да, эти рецепты не совсем ПП, точнее совсем не ПП, но я хочу снять вторую чашку, которая будет именно правильной, закуски, напиши внизу в комментариях, хочешь ли этого или нет. И да, ребят, не забывайте подписываться на мои социальные сети, также сейчас подпишись на мой канал, поставь палец вверх этому видео, потому что оно тебе понравится и погнали! Итак, для первого рецепта нам понадобится клубника, апельсин, шоколад и кондитерская посыпка, которую я забыла показать. Заранее растопленный шоколад мы обмакиваем или обваливаем нашу клубнику. Не забудьте ее помыть. Ну а затем мы посыпаем нашу клубнику в шоколаде кондитерской посыпкой. Данный лайфхак нам обещает, что если мы отрежем попки у апельсина, как показано на видео, и разрежем потом этот же апельсин, то выйдет вот такая вот штука, и что это будет так удобно. Но нифига подобного, этот лайфхак не работает. И с этой апельсинкой мы делаем то же самое, что и с клубникой, мы просто обмакиваем шоколад, ну а затем посыпаем кондитерской посыпкой. Как только мы закончим с нашей апельсинкой, мы отправляем всю эту вкуснятину в морозилку, именно в морозилку, не в холодильник, и оставляем где-то на ночь. Все, что нам понадобится для этого рецепта, это банан, и в моем случае это жидкий маршмеллоу. Но вы можете использовать также сгущенку, нутеллу, ну или что-то подобное. В этом бутерброде банан будет играть роль хлеба. Рецепт достаточно прост, мы просто на одну только намазываем, в данном случае жидкий маршмеллоу, ну а второй прикрываем. Ну что ж, ребятки, если вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Пиши в комментариях, есть у тебя легкие настроения или нет. И всем пока!